Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Праздники в Германии продолжаются. Никто нигде не работает. Все магазины закрыты сегодня и завтра. Люди отдыхают. Поэтому перед закрытием магазинов было столпотворение везде. А сегодня я вам расскажу, как же отмечают Рождество в Германии. Видите, как выглядит розмарин? Он весь в цвету, в цветочных почках. И только ждет благоприятной погоды, чтобы распуститься. Посмотрите, какой он у меня красавчик. Даже не ожидала, что такое. Ну, 2 метра есть точно. В этом году он начал цвести еще до морозов. Но сейчас прекратил. Но почки цветочные у него везде не сбрасывает. Хорошо, что в магазинах продают заснеженные елки. А тут так прямо и не похоже на зиму. На дворе конец декабря. Вон у нас все цветет. Видите, и калина лавролисная тоже цветет. Праздник продолжается. На гриль попали шампиньоны и кабачки. Кабачки почему-то загорели. Ну, бывает в жизни всякая. Так, заглянем в кастрюлю. О, там уже перец и еще одни кабачки, значит. А тут пахнет шашлыком. Ух ты, красота. Вот так. И помрешь от переедания. Кухня работает прямо на улице. Весело. Музыка играет. Трава зеленая всю зиму. Снега нет. Я уже рассказывала вам, как отмечают Рождество в Германии. В основном семейные люди, конечно, ходят. Дети к родителям или родители к детям. А есть очень много людей, которые на Рождество встречаются со своими друзьями. Ну, отсидели у родителей, у бабушек, у дедушек и еще где-то. И потом встречаются. Что же они подают на стол? А на стол они подают купленный картофельный салат и колбаски. Колбаски разогреют, картофельный салат идет в холодном виде. Это основное блюдо, картофельный салат, который подается во многих домах Германии в рождественское новогоднее время. Немцы особенно не заморачиваются. Если, например, они готовят рождественского гуся, то к гусю могут подать один салат или вот антипасти, мелкие закуски. И все. И потом десерт. И десерт еще не в каждом доме. Никто из них не наготавливает, как принято у нас, чтобы стол ломился. Но и страдают они, конечно, от обжорства меньше, чем мы. Потому что все очень вкусно приготовлено. Все хочется попробовать. Ну и в результате страдает желудок. Например, вчера у нас было три горячих блюда. Это был гусь, был картинированный лакс и котлеты с картофельным пюре. В нашей семье есть члены семьи, которые не едят мясо. Поэтому обязательно нужно, чтобы были овощи. Ну, из салатов вы видели, я делала свежий салат листовой с помидорами и сыром. И второй был, это морковка по-корейски. И третий салат принесла моя невестка сельдь под шубой. Потому что есть любители сельди под шубой, а готовятся только по большим праздникам. Ну вот, как-то так, мои хорошие. Вот так накрывают стол немцы. Особенно много не заморачиваются. Они делают голубого карпа. Голубой карп, это отваренный карп, который, ну, такого белесого цвета. Как они его подают, не знаю. Когда-то спрашивала, но уже забыла, сама никогда не готовила. Потому что карп для меня, это не праздничное блюдо. А карп подают во многих в домах Германии карпа подают. Голубой называется карп. Кроме этого подают гуся. Ну, это уже в лучшем случае. А так готовят индюшку, курицу. Кто что купил утку, то и подает на стол. Ну, говорю, что сильно не заморачиваются. Столы не ломятся. Но есть салат или закуска. Есть обязательно основное горячее блюдо. И есть десерт чуть попозже. Или пьют кофе. Не знаю, кто как устраивает свой праздник. Зато животами не мучаются, как у нас некоторые. Сначала кушают все вкусно, а потом ох, объелся. Но нужно знать меру в еде. И нам нужно тоже меньше есть, больше двигаться. Как-то так. Сегодня Рождество продолжается. И сегодня дети организовывают шашлык и глинвейн. Глинвейн. Это тоже немецкая традиция. Называется по-немецки глювайн. Подается на все праздники в холодное время угодно или в зимние месяцы. Может быть, это какая-то выставка в магазине. Там угощают всех тоже глювайном или глинтвейном. Что такое глинтвейн? Это вино со специями. Разогретое. Не до кипения, но горячее. Если вы пойдете в это время на Рождественскую ярмарку в любом городе, в любом населенном пункте, в любом месте вам продадут, стоит обязательно киоск, в котором торгуют горячим вином со специями. И все с удовольствием покупают и пьют. Оно разогревает. Обычно это вкусно. Вот. И тот, кто может тебе позволить пить, употреблять алкоголь, все берут глинтвейн. Раньше у нас в магазине мы делали выставку-распродажу и всегда угощали горячим вином или глинтвейном. Это уже традиция немецкая. Если мы идем своим коллективом тоже на Рождественскую ярмарку, обязательно подходим, обязательно шеф покупает всем горячее вино. Но так как Ирина не пьет вино, он мне покупает шоколад, горячий шоколад. Вот. Можно выпить апельсиновый сок, если тоже кто-то не хочет или не может, потому что за рулем не пьет вино. Вот такая традиция. Зимняя традиция, а также и можно отнести к рождественскому времени, к встрече Нового года, подать глинтвейн. Это нормально. Или предложить, а уже ваши гости или будут его пить, или откажутся. Это их выбор. Никто, никого Германии не заставляет, не принуждает пить алкоголь. Каждый делает выбор сам. Вот. И никто не выделывается. Тот, кто хочет выпить вина, он говорит, какое вино он хочет выпить. Красное, белое, горячее, например. А кто не пьет и скажет, нет, нет, я, спасибо, я выпью сок, воду, или закажет себе воду. Это тоже нормально. Вот. Никто здесь не пьет, но пассажок пять раз и так далее. Это уже наши традиции. Вот. Ну, праздники проходят так же. и немцы, которые употребляют с удовольствием алкоголь, напиваются не меньше наших. Вот. Вот таким образом проходят праздники. Сегодня и завтра еще праздничные дни. А потом начинаются рабочие будни. Там уже все. Рождество кончилось, начинается подготовка к Новому году, убирается рождественская декорация, ну вот сейчас будет такое все. Что-то упаковывается, укладывается. Нам еще есть две недели времени, потому что Рождество православное будет 7 января. Поэтому все эти уборки, упаковки, распаковки, перестановки, они отодвигаются у нас еще до следующего года. Ну, это неплохо. Это очень-очень хорошо, потому что не все сразу. И подготовка, и уборка, и все. Это тоже нагрузка. А вот эти 2-3 дня можно вздохнуть, расслабиться. Еще раз поздравляю вас с праздниками, кто их отмечает. Терпение тем, кто еще ждет своего праздника, держит пост. Уважаю и завидую, потому что вот в в такой обстановке, я раньше всегда постовала, но в такой обстановке, когда вся семья, и вот постовать начну после Нового года, но жестко отмаливать грехи. Ну, вот как-то так, мои хорошие. Всем желаю счастья, добра, исполнения желания. Ну, вот, плазник продолжается. Видали? О, лосось, жареный, морковка, по-корейски, а тут овощи, а тут салат, а тут тоже соус, называется он, как называется соус с огурцами? Ой, скажите мне, пожалуйста. Хожу и думаю, как называется, цацикки называется, вот, так что ждем шашлыки. Я снимать не буду. Зацепился. Вот пришел шашлык и все раскладывают палочки на тарелки. А тут раскладывают грибы. А там говорят, гриби отсюда. Ну, кто угадает, что это такое? Это называется чайная роза. И сейчас мы эту розу заставим освести. Далее опускаем и даем ему расцвести. Не надо его прижимать, он сам опустится. сейчас раскроется, потом покажу. Вот тут дали какую-то штучку. Угадайте, что это такое? Я не знаю, что это такое. Это, наверное, финики. откусила. Откусила. без косточки. Ну, это, наверное, лыча. опять. А теперь смотрю на розу. Неудобно ее снимать. Вот такая. кто тирамису кушает? Я кусочков съем. А вот тут раздают тирамису. Новогодние. Ну, что ты думаешь, что это? Ну, ты хочешь знать, что я знаю. Это знаю все. Это вкусно? Ммм, вкусно. Я ничего не знаю, что это. Это вот булочки и пирожки с яблоками в единственном числе остались. Если хоть не продают, то мы целый прям пользуемся. И еще чай. Неужели вы не знаете это? Ну, я тоже не узнал. Помидоры это помидоры. Это помидоры. Это помидоры. А что они сладкие? Обалдеть, они вкусные, кисленькие, сладкие. Умеют готовить. Но они их просто сушили. Они ни в чем не вымоченные. Нет, нет. Мы покупали там, где сушеные фрукты. Но я не верю, что они без сахара. Потому что сладость очень обалденная. Очень сильная. Они промочены сиропом. 100%. Так что угощают нас сушеными помидорами и каким-то чертополохом. Напоминало без косточки. значит не будешь тирамису. Очень вкусная и красивая. Вот так весело и дружно от застолья к застолью проходят праздники. Иногда задумываешься работать нельзя, а лопать можно. Лучше бы наоборот. Ну это так конечно. Но желаю вам мои друзья чистого неба, душистого хлеба. Всего самого лучшего. Чего только желает ваша душа. Всем пока-пока. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. И до новых волнующих встреч на канале Север. Это моя судьба. Но скоро Новый год. Красота. Лучше не бывает.